всем привет сегодня на моем канале magic money я вам расскажу о монете посвященной маркам 100 лет выпуска первых марок украины я на самом деле думал не выпускать видео об этой монете но потом все проанализировав я понял что достаточно перспективная монета во первых начнем с того что эта монета выключает сразу две темы нумизматов и филателистов то есть филателисты те люди которые собирают марки они обязательно себе такую монету приобретут соответственно только нумизматам то есть тем людям которые собирают монеты уже может их не хватить то есть как минимум эта монета делится на 2 плюс в этой монеты есть очень хорошая скажем так перспектива в том что она за собой потянет еще много интересных моментов сейчас постепенно расскажу в чем прикол этой монет значит эта монета она действительно выделяется она идет особняком тираж у фактически написан в банке тираж 45 тысяч штук эта монета заявлялась в прошлом году тиражом 40 тысяч штук а также 10 тысяч штук только единственное я не могу понять из этих 40 10 тысяч штук или дополнительно добьют 10 тысяч штук выйдет еще эта монета в годовом наборе годовой набор то есть там от 1 копейки до 1 гривны будут монеты и я так понимаю что весь годовой набор будет посвящен также столетию маркам украины то есть видимо тот годовой набор который выйдет декабре месяце он будет как-то связан тоже с марками в общем смысл такой что тираж все-таки 45 тысяч штук и банк заявлял в прошлом году что он выпустит их в сувенирной упаковке еще и сувенирной упаковке тираж должен был быть 10 тысяч штук сувенирную упаковку банк не выпустил но видимо та контора которая совместно с банком выпускают эти сувенирные упаковки отдельно выпустила сувенирную упаковку тиражом 5000 штук в этой сувенирной упаковке реально блок марки и монета и получается раз тираж 45 тысяч штук фактически то походу 5000 добили для именно этого набора но теперь вопрос значит может быть этих монет 55 тысяч потому что 10000 должно быть в годовом наборе получается 40 тысяч идет голыми и 5000 сюда в наборе а если я не прав поправьте меня но грубо говоря 40 тысяч если даже голые остаются то есть если вот представим там 10 тысяч для набора годового 5000 для этого набора и 40 тысяч остается голых до монет если их остается голых тогда половина уйдет филателистом а половина нумизматом и по факту одной из сторон одной одной из групп видов людей коллекционеров то есть те которые собирают марки и те которые собирают монеты достанется не так уж и много этим money этих монет плюс эти монеты их нет ну их не думаю что будут так просто легко свободно продавать в ближайшее время однозначно но со временем они разбредутся очень быстро то есть потребность этой монеты увеличим увеличено вдвое вот соответственно исходя из этих событий я и прикинул что очень перспективная монета поэтому решила снять этот видосик я сейчас болею немножко самое время так как сижу дома снять видео и поразмышлять на тему нумизматики и филателии в общем набор выглядит неплохо стилистика у него хорошая то есть английский язык украинский язык на двух языках все красиво расписано когда были выпущены эти марки вот но нету самого главного нету эндушного логотипа вот этого так как нет эндушного логотипа значит это набор уже отдельно выпустили такая когда банк выпускают они ставят обязательно свой логотип и продается это в отделениях банка это выпущено было уже не банком и продавалась она в киеве в клубе вот но несмотря на это то что нет у нее этого логотипа рекомендую приобрести потому что это тоже нужно иметь так как именно этот набор позволяет и связать нумизматику и филателию то есть в одном наборе две темы не знаю почему банк отказался именно быть в этом замешанными скажем так но по крайней мере набор есть и слава богу тираж набора 5000 штук это достаточно маленький тираж и он необходим для того чтобы была полная коллекция во первых здесь есть красивая иллюстрация этих марок шагов мне несколько лет назад подарили эти марки и приятно что я могу на них посмотреть как живую так и нарисованные здесь единственное что здесь есть перфорация на этих марках на моих марках почему-то перфорации нету кто из профессионалов посмотрите может это у меня какие-то копии подделки хотя визуально не как ножницами обрезаны очень криво непонятно ударенному коню зубы не смотрят них подарили они у меня есть все равно приятно также обязательно необходимо приобрести блок отдельно так как он вписывается в эту тему то есть раз уже есть эта монета значит нужно обязательно и купить марку посвященную этой же теме на марке нарисовано 40 шагов и какая-то еще марка не знаю что это за марк что-то там написано не читал толком но неважно суть в том что она вписывается в эту же тему и она идет как бы отсюда же то есть получается к этой монете подтягивается вот этот набор а к этому набору подтягивается еще и вот эта марка этот блок сюда же к этому всему обязательно необходимо приобрести реальные шаги то есть реальные марки это уже соединяется с этим сюда же обязательно необходимо приобрести конверты посвященные этим же событиям то есть события 100 лет маркам украина вот они вписываются в этот же скажем так набор вот эти марки вот эти шаги здесь и сюда же надо приобрести конверт который также сама вписывается в эти же события и потом дело в том что вот эти марки их еще в продаже почему-то нет я вытащил эту марку из такого же набора у меня просто их несколько и для того чтобы вам ее показать но когда появится марка еще отдельно купить получается надо эту марку потом марка будет на конверте приклеена еще и гашеной обязательно еще и такой конверт на работе ну и к этому всему еще надо будет потом купить годовой набор в котором будет это же монета ну и плюс интересно мне посмотреть как уже сам набор будет стилизованно украшен в итоге у нас получается вот такая вот нехилая куча предметов связанных с одной темой то есть это все плюс еще годовой набор который выйдет это вот эта вся куча это все одно скажем так целая и через какое то время вот это будет являться именно скажем так маленькой коллекции одной темы плюс еще тот годовой набор плюс гашенный конверт и может быть еще открытка будет вот так это должно выглядеть все в сборе целиком что дает эта тема первое то что я сейчас вам показал соответственно как минимум у какого-то у какой-то части населения появится желание реально это все приобрести что произойдет начнут гоняться филателисты и нумизматы за этой монеты соответственно рост у нее пойдет вверх в цене наборов всего 5000 это очень мало я думаю просто сама вот эта бумажечка также сама пойдет в рост грубо говоря набор объединяющий филателистов и нумизматов также вот эти старые шаги они недорогие были мне их вообще просто подарили учитывая то что сейчас их каждому кто приобретет монету или приобретет марку отдельно начнут расти в цене весь этот наборчик шагов также у меня без перфорации на картинках перфорации теперь я уже заинтересован найти такие же шаги но с перфорацией если они есть я еще честно не искал но пока я снимаю это видео я уже понимаю что мне нужны эти шаги с перфорацией соответственно мне нужно добавить сюда еще такие же марки но с перфорацией плюс открытки уже есть они будут еще выпускаться потом но делаться еще гашеные с марками там какими-то а может быть и нет неважно но вот обязательно конверт гашеный с этой темы обязательно купить и вот уже какая куча получается всего лишь одной темы и что-то за собой будет постоянно тянуть цену вверх потому что конвертов выпускают маленьким тиражом соответственно кому надо будет конверт конверт будет дорожать открытки небольшим тиражом выпускаются вот это сами шаги которые есть они недорогие они начнут расти также сама в цене потому что все захотят их резко купить то есть грубо говоря на момент хайпа можно срубить денег я провтыкал и не купил больше их но мне эти просто подарили и я как бы типа позицию выключил все расслабил булки а на самом деле надо было их накупить побольше сейчас бы я неплохо себя чувствовал потому что после этого видео люди захотят их покупать хотя я не знаю может чтобы tweet вот еще несколько секунд на мой implementation в такой момент что это у них была новая шаги в текущих сеттёжной среды но это очень именно так вот будет терминатор по такой успеху это количество неправильных сеттёжным 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 Продолжение следует... 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 вот уже или вот на примере например есть еще вот такая штука вот тоже сувенирный конверт в нем вот такие печати казацкие уже то есть штуки похожие на монеты так как я нумизнат как же не купить такую красоту реально красиво прикольном таком наборе вот то получается 1 позиция потом дальше гашеный конверт с этими же марками 2 позиция просто голый конверт с этой же темой казацкой три позиции блок марок 4 позиция статья наверное думаю еще есть не разрезные но я не нашел просто продажи даже ну вот получается хочешь одну марку до к нему он сколько еще надо брать и вот так вот это выглядит вот как бы марка целиком потом также и продавать и тот кто купит он офигеет потому что у него сразу отличается позиция они тупо отдельно это отдельно это вот так надо брать сразу целиком и также целиком и продавать они по раздельности все такие бедные все марки недорогие все вот это вот скупер день ищик и приятно же держать сразу все вместе поэтому я всегда покупаю сразу все единственное что вот я купил вот такую штуку палеолит две марки здесь мамонта забивают якобы очень древние люди здесь такие же древние люди и какие-то ракушечные украшения у них но прикол в том что мамонты находят их до сих пор замороженными в сибири в общем на севере где-то но есть мнение что был некий какой-то охрененный катаклизм который всех их накрыл достаточно недавно потому что не могут так долго лежать эти мамонты и походу сменились полюса много чем от нас скрывают но это уже отдельная тема для разговора но все равно прикольные к ней же суда же раз три польская цивилизация и польское время скажем так вот типа на территории украины уже пшеницу тогда выращивали но по пшенице тоже вот есть такой селекционер водилов вот и пшеница появилась на самом деле на территории перекрестки миров то есть это турция ливан и так далее туда вниз и оттуда уже из трех разных видов она пришла сюда но не важно в общем к ней же конверт с этой же три польской штукой цивилизации и гашенный конверт ну вот так вместе вот грубо говоря маленькая такая как бы коллекция ну и так как у меня всего одна марка она пляшет сюда же скажем так древнюю цивилизации вот так найду еще к ней конверты и все остальное то будет вот так вот все кучкой вот так вот я собираю марки и также как я почему вообще марки собирая фанат железной дороги вот приобрел вот такой наш поезд украинский крюковский завод его сделал 2012 году когда его сделали потрясающий поезд офигительно красивый разгоняется до 220 километров в час да есть свои там какие-то недостатки но в процессе их можно было доработать но какого-то хрена взяли в полтора раза дороже и купили корейские hyundai вские поезда intercity которые медленнее чем этот hyundai ездит 160 максималку этого 220 до я согласен у нас рельсы говно негде разогнать такую красоту но при всем этом это наше мы производим это наша страна это делает мы могли дать рабочие места больше экономики мы могли продавать эти поезда за границу куда-то развить эту технологию и получается этого бабло не взяли корейцам подарили денег в том корейцы сделали охеренные hyundai и дальше и он сейчас они вышли на такой уровень что украине когда киева раком того что достигли корейцы ну в общем вот так же блок обязательно блок вот марки вижу только блок покупаю никогда и не вырежу вот кусочек и не куплю марки если это было украине сделаны марки я буду искать только блок это прикольно вот она целая картина ну сколько он 48 гривен на почте стоит ну хорошо через там пять лет чтобы за него 80 гривен не заплатят там два раза дороже такие охренеть какие большие деньги но выглядит же так красивее чем тупо оторвана одна марочка вот такую логику собирательство марок я рассказал как я это вижу реально интересно прикольно красиво марки как и монеты украина делает одни из самых красивых в мире поэтому нумизматы проходите мимо обращайте внимание на марки и приобретайте потому что это реально красиво по крайней мере те которые нравятся похоже на монету то есть те же печатки да ну почему не взять если я монеты собираю а тут похоже на монету я бы хотел такую монету себе реально красиво было бы жетончик даже хотя бы ну реально красиво почему не сделали до сих пор не знаю где там эти китайцы рукожопые которые делают очень неплохие подделки взяли бы и сделали бы такие нам жетончики вот и также вот эта тема вот казалось бы монета марка но тянет она за собой очень много даже я бы сказал то есть перспектива реально хорошая просто монета годовой набор этот набор марки шаги конверты все это в кучу вот эти вот 100 гривен которые выйдут скоро туда же это все конверт туда же гашеный конверт вот этот герб суда же идет то есть вот и с конвертом было же гашеный может еще открытки какие-то появятся реально прикольный такая куча получится всего связанная со 100 лет выходом марок украины вот так выглядит реальный набор они просто одну монетку и в альбомчик нет ни хрена вот сколько всего надо купить плюс у меня вот эти не перфорированные значит мне надо еще найти обязательно перфорированные соответственно а если существует не перфорированные у кого есть перфорированные надо найти такие тогда будет коллекция всем удачи пока до забыл сказать не забудьте поставить лайк и подписаться на канал дальше будет больше интересных классных видео субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok